Доброе утро еще раз, дорогие друзья! Утро на телерадиоканале Страна ФМ продолжается, и вот переходим мы в такую гостевую фазу. Это чудесно. По-прежнему с вами в студии Валерия Майорова, Кирилл Исаков, и к нам добавляется еще одна ведущая. Дай-ка, 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 я перечислю все эскалии, которые возможно. Итак, это телерадиоведущая, это актриса, это писатель, это журналист-аналитик Елена Николаева, аплодисменты! Лен, ничего не забыли? Никакие регалии? Ну, там очень много всего. Меня вот когда где-то представляют на сцене или где-нибудь я что-то модерирую, как начинают перечислять, и ты такой сидишь и думаешь, да-да, расту, расту. И выходит потом, после перечисляют, думают, ну сейчас выйдет какой-то мастодон журналистики, а выходит молодая блондинка, красивая фигуристая, говорит, всем здрасте. Да, а причем если это какое-то мероприятие, людям уже начинают попкорн разносить, еду, напитки, ну чтобы просто они выдержали вот это вот долгое представление. Скажи мне, пожалуйста, традиционно первый вопрос к гостям мы задаем по теме нашего эфира. Много ли ты ходишь пешком вообще? Очень много, да. Да? Да, иногда мне так не хватает воздуха, потому что я все время на такси, дома, в помещениях, что я специально вот иду пешком, я даже могу на какой-нибудь станции метро выйти, за две станции до работы на улицу пойти, ну если, конечно, не мороз, как сегодня. Ну там выйти где-нибудь в Алтуфьево и до центра пешочком прогуляться. Ну учитывая то, что я живу в центре, в принципе, до Алтуфьево доехать и тогда идти назад. Слушай, ну если ты так любишь ходить, значит ты уважаешь вот эту моду, когда платья и кроссовки или только классика, только шпильки. Нет, 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 я жду, когда же, наконец, дизайнеры откажутся от вот этих решений, кроссовки с платьями, это ужасно, по-моему. То есть ты все-таки шпильки? Шпильки, ну я могу балетки надеть, я просто не понимаю, вот балетки, да, и кроссовки, все-таки балетки как-то женственнее, это для меня. Кроссовок у меня вообще мало, я катаюсь в них на велосипеде и как-то купила однажды белые модные кроссовки, не знаю, можно ли у вас бренды называть. Лучше не надо. Пришла через две недели в этот же магазин, они меня узнали, запомнили, и они говорят, вы же две недели назад купили кроссовки. Я говорю, ну да, но они же испачкались, они говорят, вы серьезно, их же стирать можно? Я говорю, да, окей. Вот это да, то есть вот смотри, только хотела поговорить про разрыв шаблона, да, что блондинка такая красивая, блондинка умная, а раз кроссовки не знала, что стирать. Знаете, у меня мама физика-математик, но попробуйте ее как-то вот заставить ее телефончик зарядить саму, она вообще не поймет, как это работает, куда, что втыкает. А вот он парадокс, видишь, какой. То есть занимаешься экономикой, а готовы кроссовки каждые две недели. Ну, я просто это на аутсорсингах отдаю информацию, я не вот не умею маникюр делать, да, значит, я не думаю об этом, я иду к профессионалам. Кроссовки я где брала, туда пришла за следующее. Забирайте обратно, они испачкались, у вас такие слова. Ну ладно, ладно, чего мы напали на человека. Почему напали? Мы просто рассуждаем, раскрываем тему кроссовок. Друзья, давайте мы сейчас немножечко прервемся на музыку, а после этого вернемся и продолжим беседу с Еленой Николаевой. Мелодия моей души. Звучишь ли ты или пропала среди суеты, среди людей, бегущих по своим нуждам, среди забытых сказок о добре и дружбе, среди зарытых многих обещаний, Что люди юные себе давали, возмущаясь, как может быть с таким жестоким мир реальный, и незаметно сами в сердце носим камень. И вот уже человек человеку волк, и пропасть между нами все растет, предать за выгоду как будто не порог, и на себя взглянуть мешает потолок. И несмотря на слухи о глобальном потеплении, люди становятся друг другу холоднее. В этой полярной ночи обледенений, я только жду надежду, что согреет. Мелодия моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Мелодия моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. Мелодия моей души. Веди, когда свет пути почти неразличим. Мелодия моей души. Звучи. Пой со мной, 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 пой. Мелодия души, ты так нужна, когда само слово душа произносить нельзя. Там, где умами правят цифры и проценты, когда вас заживо съедят, почуяв сентименты, где напряжение порою достигает точки, когда твое движение дальше просто невозможно, когда сомнений ворох раздирает душу, как сделать правильно, как поступить лучше, когда за благородную работу лишь гроши, хотя вокруг одно бабло и торгаши. И в этом мире надо как-то дальше жить, со всех сторон на нас текут потоки лжи. И фильтровать все это нету больше сил, очередной конфликт совсем нас подкосил. И просто кажется, что мир разрушится, мелодия души лишь вера в лучшую. Мелодия моей души, не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Мелодия моей души, пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. Мелодия моей души, иди, когда свет пути почти не различен. Мелодия моей души, звучи. Мелодию твоей души не заглушить, когда так ясен и понятен смысл жить, чтоб видеть рядом ясные глаза родных и делать все, чтоб загоралась радость в них. Собою жертвовать все ради этих глаз, не через год, не через месяц, а сейчас, чтобы ощущалась радость этих дней, чтобы мелодия звучала все сильней. Мелодия моей души, не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Мелодия моей души, пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. Мелодия моей души, иди, когда свет пути почти не различен. Мелодия моей души, звучи. Пойте с нами, будьте с нами, потому что телерадиоканал «Страна.ФМ». Утро продолжается. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и наши обворожительные гости Елена Николаева. Лен, доброе утро еще раз. Доброе утро. Доброе утро, Лен. У нас так символично началось с того, что танцуй со мной, теперь пой со мной. Я хочу тебя спросить, ведь ты по образованию актриса? Нет, 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 я нефтяник по образованию. У меня еще и бизнес образования сингапурское, то есть я абсолютный бизнес, и у меня есть красный диплом, я на телеведущую училась еще. А как же ты попала в эту актерскую стадию? А я шла по улице домой, да, из нефтегаза университета, абсолютно уставшая, выжатая. В нефти? Я так себе представлял учебу в нефтегазе. Что-то во мне было привлекательно, видимо, как в нефти. А тогда еще, я не знаю, как сейчас это работает, ходили скауты модельных агентств по улице, и меня просто пригласили в модельное агентство, потом пригласили в актерское агентство, и как-то, ну, я больше по актерскому пошла, потому что в модельном мне говорили, будь в тебе еще 10 сантиметров, роста, все подиумы мировые твои. А я вот не люблю, когда вот это говорят, будь в себе 10 сантиметров. Где же их взять? Не, не то, что где взять, я так себе вот нравлюсь, зачем мне 10 сантиметров? Зачем мне эти подиумы? Мне вообще это не надо. Ну ладно, с мировыми подиумами бог с ним. Я хочу все про профессию актрисы спросить. Да, просто снималась, то есть я просто деньги зарабатывала. Надо же было плачевать обучение, надо было как-то там карманные расходы у подростка, они тоже увеличиваются. Тем более образование в нефтянке-то, как в керосинке, в керосинке-то. В керосинке, да, это именно тот вуз. Ну, я правильно тебя понимаю, без особого восторга ты это делал? Ну, нет, мне очень нравилось, мне очень нравилось то ощущение, когда ты на съемочной площадке, когда вот все так или иначе крутится вокруг тебя, когда у тебя там грим, когда ты вот встаешь в камеру и камера. То есть мне вот это все нравилось, но я, естественно, думала, идти ли дальше мне учиться на актрису. Но потом поняла, что немножко не мое, мне хочется от себя говорить. Мне хочется, мне даже в то время показалось, что я настолько, вот мне есть что сказать миру, я настолько, мне казалось, интересный человек. И тут я буду словами какого-то непонятного персонажа разговаривать. Особенно если там Достоевского надо сыграть. Не важно кого, это другое, это не я. А можно я от себя буду добавлять в этой роли? Мне кажется, тут... А что ты таким голосом заговорил? Да, сразу я буду добавлять от себя. Но мне кажется, бизнес-эксперты так должны разговаривать. Ну, ты ломаешь эти стереотипы, я могу сказать. Хорошо, нет, я могу сексуальнее? Или что вот это было, когда ты вот этот голос сделал? Ну, можно, а почему нет? Это он просто стал намекать, что две блондинки болтают, он не может ставить слово. Я медленно снимаю с тебя санкции. Вот тебе, вот так вот ответила одна из блондинок про санкции, сексуальные санкции. С Еленой Николаевой, новая рубрика «Вутри на телеканале». А с чего вообще началось твое увлечение бизнесом? Как ты поняла, что ты в этом разбираешься? На самом деле мы вот сейчас находимся в месте, где начиналась моя профессия журналиста. Я имею в виду не страна ФМ, а здесь был другой телеканал давным-давно. Я пришла туда стажером, это был бизнес-телеканал. Намоленное местечко. Намоленное местечко, да, счастливое. У всех людей все очень хорошо сложилось. Да, но я просто заметила, что появились стартапы, инновации. Тогда Сколково как раз начали строить. То есть это все витало в воздухе. Я просто села на этот тренд и начала делать хороший проект. То есть ты чувствуешь, да? Я чувствую тренды. Тренды чувствуешь. Да, я сейчас его буду, скорее всего, завершать. Я думаю, уже этой весной у меня книжка выйдет. И это будет «Красивая точка. Пять лет я пишу». Какой следующий тренд? Пока вот у меня... Мы сейчас на радио запускаем программу. Не могу рассказать, какая, потому что она еще не вышла в эфир. Я считаю, что это будет тренд. Мне кажется, сейчас тренд на интеллект, и это будет тренд. Будем слушать, будем ловить волну. Друзья, сейчас мы немножечко прервемся, потом продолжим беседу с Еленой Николаевной. Безкрылые птицы, чтоб не разбиться, уходят на север тайком. Сиреневый ветер в клетчатом пледе по крышам скользит босиком. И открывает старые двери В дом, где встретит меня Юлия, 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 Юлия. Два беспорядка играются в прятки мысли в моей голове. Желтую россыпь торопится осень К обеду расселить по земле И растворяет в звоне трамвая Дождь, дождь, мелодии дня. Юлия, 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 Юлия. И стою в массовке на остановке В прохожих ищу я тебя Юлия, 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 Ю Прохожих ищу я тебя Юли, 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 Юли Это мы, мы вернулись Кто по нам успел соскучиться, все, не переживайте, мы снова вместе Елена Николаева у нас сегодня в гостях Валерия Майорова, Кирилл Исаков С радостью ее принимает в уютный студий Доброе утро Робко уже так Лен, ты в том выходе сказал, что собираешься ставить точку в бизнесе Но я имею в виду в тематике бизнеса Тематики именно нового бизнеса Стартапы, инновации, технологии Потому что уже нет тренда, уже не интересно Когда я начинала только об этом рассказывать Мне приходилось в каждом сюжете, в каждой статье первой объяснять, что такое стартап А скажи мне, пожалуйста, вот у нас в Москве Каждый второй сейчас стартапер Каждый первый хипстер Каждый первый хипстер, каждый второй стартапер Мне кажется, подождите, давайте разберемся Мне кажется, хипстеры уже исчезли После очередного... Нет, они просто переродились Человек чувствует тренды, кивай Многие из них уже подросли, это уже не хипстеры Нет, подожди, нет Ну это долгий вопрос Давайте на стартапах Сейчас переругаемся Да нет, я думаю, что мы не будем ругаться Просто мне кажется, хипстеры Нет привязки к какому-то конкретному возрасту Это скорее некий образ жизни И взгляд на то, что происходит вокруг Состояние души Ну это даже не то, что состояние души Это, наверное, отношение к текущим реалям Поэтому Вот вопрос про стартаперов Вот очень много Все чего-то открывают Есть какие-то интенсивные бизнес Там человек полтора месяца послушал лекции Другого человека, который не открывал бизнес О том, как открыть бизнес и стать миллионером И тоже пошел открывать бизнес Вот это тебе, как человек, который общался Брал интервью у мастодонтов Предпринимательства и экономики Тебе это не раздражается Нет, нет, нет А почему? Какая разница, кто тебя вдохновит? Какая разница? Главное, чтобы налоги платил Они не обязательно же будут следовать советам тех Которые их вдохновили Просто главный вот этот толчок Много к них по мотивации Вот люди замотивированные Остаются на диване Лежать такие же замотивированные Кто-то должен просто с этого дивана Куда-то выкинуть еще Да, трансферинг реальности Можно просто почитать Транссерфинг Транссерфинг И просто лежа на диване Привлекательно Нет, ну можно, наверное, так Но в том же транссерфинге Более углубленной версии Говорится, что ты должен все-таки Сделать первый шаг Да? Да Вот это ты пропустил Ты, наверное, какую-то краткую версию изучал И тут, понимаешь? И тут вот Как в школе было Помните? Краткое содержание Войны и мира Лен, ну вот мне эфиры ты рассказывал Что есть у нас в России люди Которые с нуля за 4 года умудряются Построить группу компаний То есть миф, что в России нельзя сделать бизнес Миф, что одни сплошные препятствия И никак нельзя пробиться Мне кажется, это специальная такая Отсекающая история То есть кто пробиваться будет Он сквозь нее пройдет и не заметит Сквозь вот эти мифы На телевидении же тоже все говорят Что там все через постель Все за деньги Все за связи Ну пожалуйста, ну а вот кто? Подождите, как? Подожди, а ты с раскладышкой заходил На этот телеканал? Как это работает? Я не понимаю То есть бизнес можно строить? Сейчас Кирилл расскажет мне эфира как То есть бизнес можно строить, Рейс? Абсолютно Открывай свою овощную палатку Все Хватит этого все Ладно, друзья, я пошел открывать овощную палатку Закупать помидоры Сейчас, кстати, актуально Потому что помидоры и огурцы как резиновые Открываешь, продаешь нам нормально А я буду выращивать дома на подоконнике И продавать сладков Но сейчас пойду писать бизнес-план А пока давайте послушаем Макса Барских И скоро вернемся Ты ко мне приходишь Смотришь на часы Мимо пролетают подъезда этажи Ты опять к нему А я тону во лжи Провожаешь взглядом Рука в моей руке След твоей помады Остался на щеке И ты опять к нему А я стою в огне И что мне делать, я не знаю С тобой и без тебя я не живу И сам не понимаю Почему тебя люблю Неверная 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 Ты зачем опять ко мне пришла Я твоя одна И этой ночью не прощу Неверная Неверная Что со мною делает она Я не доверяю ей Но не любить я не могу Время по секундам капает в окне Я в пустой кровати Мысли о тебе Сложно говорить Я перезвоню И что мне делать, я не знаю С тобой и без тебя я не живу И сам не понимаю Почему тебя люблю Неверная Неверная Ты зачем опять ко мне пришла Я твоя одна И этой ночью не прощу Неверная 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 Что со мною делает она Я не доверяю ей Но не любить я не могу Неверная 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 Неверная, неверная Ты зачем опять ко мне пришла Я твои однаны этой ночью не прощу Неверная, неверная Что со мною делает она Я не доверяю ее Но мне любить я не могу Слушай, смотри Страна ФМ Время идет, мы получаем от этого удовольствие 10 часов 28 минут уже в столице Елена Николаева у нас в гостях По-прежнему Валерия Майорова и Кирилл Исаков Ведут беседу с интересным собеседником Лен, в 2017 году выйдет твоя книга про бизнес Расскажи, вот человек, который просто ее приобретет Что он может из нее подчеркнуть для себя Ну, это такая настольная книга Для начинающих именно предпринимателей То есть человек, который уже в бизнесе Уже построил несколько компаний Да или даже одну большую успешную Она ему, наверное, ничего не принесет Просто он посмотрит Ну вот молодые ребятки что-то делают Вот так начинают Людям, которые только хотят заняться бизнесом Она будет полезна В России очень мало Вот именно настольных книг Это такой американский формат Когда ты берешь, у тебя возникает вопрос И ты прям по оглавлению видишь ответ Собственно, можешь на этой странице открыть и читать Плюс Там большой набор именно российских кейсов То есть вот существующих, среди которых мы живем Они в нашей стране, они начали здесь бизнес Они развиваются Сейчас это уже достаточно крупные компании Я бы уже сейчас не взяла бы в свою рубрику Потому что там большой очень оборот А так это начинается То есть вот вопрос Где найти идею С кем начать С чего начать Где брать деньги Когда надо брать деньги А где брать деньги? Сейчас денег до сих пор больше, чем хороших идей Микрозаймы Не-не-не Мы шутим, шутим Лен, хотела еще спросить А все-таки успех в бизнесе Это последовательность неких действий Или это вот мотивация Психологический настрой, везение Что-то из области немножечко фантастики Не, а почему везение? Это же не из области фантастики, везение Мне кажется, что главное это все-таки энергия Вот когда энергия есть Она даже помогает Ведь успех это что? Это ты встал больше раз, чем упал Для этого должна быть энергия По поводу теории энергии Это, конечно, рабочая вещь Особенно, когда руководитель, который начинает бизнес Он горит этим Вот, например, как ты до 11 пишешь статьи Я себя вчера выгоняла с работы, чтобы сегодня приехать сюда Потом тебе это снится Соответственно, естественно, это заряжает тех, кто работает вместе с тобой Вот сейчас многих предпринимателей молодых Мотивируют кейсы успешных бизнесменов Вот есть ли твой любимый какой-то успешный бизнесмен Который у всех на слуху И который своим подходом, например, вот тебя подкупает На самом деле С крупными там все понятно Вот сейчас, которые там в основном на слуху Они начинали чуть-чуть раньше Я совершенный фанат ребят новой волны Которые делают бизнес на стыке Технологии современных То есть они вот как-то вот за этим всем успевают И каждый из ребят, которых я беру в журнал А это всего 4 кейса в месяц Потому что журнал выходит 4 раза Я их выбираю 1 из 20, наверное, проходит И поэтому я абсолютный фанат их всех Я не брала ни одного кейса Ну вот просто так, потому что там на безрыбье Да, там мне надо номер заполнить То есть выбор всегда есть Так хорошо, мы говорили про бизнес Но вот специфику женского бизнеса в России Мы немножечко не осветили Есть ли она? Действительно ли женщина на равных существует? Или ей нужно быть на две головы лучше Такого же представителя? Не замечала совершенно Есть девчонок много, да Но, наверное, успешных, конечно, поменьше Просто в процентарном таком соотношении Наверное, процентов 20 даже у меня было А почему? А я не знаю, почему Тяжело бизнеса готов к совместному Кирилл прав Женщина все-таки в какой-то момент замуж выходит И все-таки она рожает ребенка Она 9 месяцев ходит Самый главный бизнес проект Потом она рожает И поэтому, ну, мне кажется, вот чисто такие моменты Не приспособлены на организм Просто он другие еще функции выполняет параллельно Я предлагаю немножечко нам уйти от бизнес-тематики Расслабить немножко мозги Очень много узнали для себя интересного Есть у нас рубрика, она называется «Блиц» Быстрые вопросы, быстрые ответы Порой, может быть, не быстрые будут Потому что кое-что связано с твоими увлечениями Поэтому будь готова Итак, рысь или голуб? Рысь Регата на яхте или круиз на лайнере? Яхте, конечно Венский вальс или венский штрудель? Вальс венский Но со штруделем в руках Олег Тиньков или Ричард Брэнсон? Боже, оба хороши Кого брать, кого брать Обоих можно завернить, пожалуйста Заворачиваем обоих Новая лада или даром не надо? А у меня прав нет, мне ничего не надо Поперечный шпагат или новый наряд? Новый наряд, конечно Русский рэп или работа на лэп? О, тоже и там, и там неплохо Тимати там хорошо стрельнул На лэп тоже кто-то неплохо зарабатывает Ну хорошо, на лэп можно зарабатывать Самое главное, что я уяснила, что надо заворачивать Чем больше, тем лучше Все берем Надо говорить да Венский вальс Уйди ты со своим вопросом Венский вальс Была ты дебютанткой Да, несколько раз даже умудрилась Волновалась, что там, полонез своего танцовала? Все танцевали И венский вальс танцевали И вот-вот все танцы Бальные танцевали, учились А ручки-ножки тряслись? Когда выходили, да Ну потому что это такая сказка Так торжественная Вот ты идешь, вся в белом Как я понимаю, он в гоме, да, проводится? Он проходил в гостином дворе В гостином дворе Ну вот когда тебя объявили депутанткой, да Депутанткой венского Прям загляешь вперед депутанткой А собираешься, да? Лет через 15, я думаю, обязательно И что ты будешь там требовать? Давай, рассказывай Какая у тебя платформа Не знаю, какая реальность будет в нашей стране через 15 лет Но у меня платформа такая, что Но я придумаю, что с вас требовать Я за нашу страну Я очень хочу, чтобы это была страна возможностей То есть вот ты чего-то хочешь И ты должен понимать, что ты это можешь, в общем-то И ничего тебе не мешает Да Страна возможностей Я хочу, чтобы это была реализованных Все мы можем Кирилл, между прочим, вне эфира уже продал нам две помидоры и пару огурцов Он говорит, что он будет выращивать это на подоконнике Конечно, он не упомянул длину своего подоконника Но я думаю, что если он, как во всех наших московских квартирах То это будут очень дорогие помидоры Это эксклюзивно Это дачный поселок подоконником называют Товарищество собственников Товарищество, хорошо Где-то на озере, да? Да, на озере Экологический чип Экологический чип Это будет органический продукт, да? Например, ну смотря, что ты посчитаешь лучшим для твоих продаж Я посчитаю лучшим, чтобы пичкать пестицидами Чтобы они росли вот такими огромными в обхват помидор Вот, и чтобы продавать их как можно дороже Друзья, мы снова прерываемся на песни Но обещаем вернуться в самое ближайшее время Десять попыток оставить сюжет Нашей любви уже больше нет Сколько открыток и песен к тебе Исчезли где-то там, где наступит рассвет О чём я только думала Влюбляясь в тебя Без сна под кое суток С кофе в руках Потом любовь минуя Меняла себя Теперь в открытом море тонуя Разбитую любовь Не склеить никогда Беги как можно дальше от меня Беги навстречу снам Лети по холодам Но больше никогда мы не будем рядом Разбитую любовь Не склеить никогда Беги как можно дальше от меня Беги навстречу снам Лети по холодам Но больше никогда мы не будем рядом Столько ошибок Ведь мы так глупы Что не смогли набрать нужной нам высоты И снова убили все лучшие дни Отдавшись в плен безумной для нас темноты О чём я только думала Влюбляясь в тебя Без сна под кое суток С кофе в руках Потом любовь минуя Меняла себя Теперь в открытом море тонуя Разбитую любовь Не склеить никогда Беги как можно дальше от меня Беги навстречу снам Лети по холодам Но больше никогда мы не будем рядом Разбитую любовь Не склеить никогда Беги как можно дальше от меня Беги навстречу снам Лети по холодам Но больше никогда мы не будем рядом Разбитую любовь Не склеить никогда Беги как можно дальше от меня Беги навстречу снам Лети по холодам Но больше никогда мы не будем рядом Лен нет желания сбежать от нас Нет желания Почему очень весело Я проснулась наконец Кофе выпила Очень весело Вы очень зажигательны ребят А где у вас дверь? Выпустите меня Они меня здесь пристегнули к стулу Елена Николаева у нас в друзьях Валерий Майор и Кирилл Исаков продолжает утро Есть у нас ещё несколько минут Этой замечательной познавательной беседы Я за время её уже Половину бизнес-плана Своего маленького аграрного предприятия Нацарапал на столе Нацарапал, да Но есть ещё у нас кое-какие вопросы Которые мы хотим тебе задать И что и сделать Можно я, можно я Слушай, вот у нас так интересно У нас всё-таки формат радиовижн Мы приближены к радио Мы говорим всё, что приходит в голову А на телевидении всё серьёзно Там же тексты утверждаются Там проходит согласование каждой запятой Было так, что гаснет суфлёр А ты в прямом эфире И вообще не знаешь, что делать Я сразу вернусь немножко Немножко назад Ничего прям вот так не утверждается Запятой тоже Тем более, что у меня Утро России Это инфотейнтмент шоу Это информирую-развлекаем И можно какие-то вещи комментировать Пара-пара-пара Погас суфлёр Анекдоты между собой Погас суфлёр Ты же готов, ты же профессионал Можно петь начать Постоянно гаснет Можно, да, какой-то анекдот рассказать Быстренько найти в бумажках Где у тебя там этот текст И потом мы примерно же помним Суть текстов А вот нестандартная ситуация Может быть, кто-то странный Забегал в эфир Ой, нет, такого нет Рысь 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 в эфире Галопом Рысь-рысью, да Вот такой парадокс Каламбур Слушай, есть тоже у нас такая Небольшая рубричка оформленная Она называется Продолжение следует Мы даём начало фразы Тебе нужно её закончить Как ты считаешь нужно С утра надо Выпить стакан воды Если спорт, то Велосипедный Я никогда не надену Кроссовки с платью Такой флэшбэк Флэшбэк Ладно, ладно Сами подсказали В моём холодильнике всегда есть Брынзочка, огурчики, помидорчики У меня больше Кстати, огурчики и помидорчики Помидорчики Ты нашёл покупателя Знаешь, какие У меня больше всего времени отнимает Размышления пойти что-то сделать Надо, надо А потом дедлайн Хоп, всё сделала Моя любимая социальная сеть Фейсбук Самый лучший отдых Заработай, боже мой Боже мой, какой кошмар Рыбалка, хорошо Мой любимый исполнитель Я вот в последнее время напеваю песню Не помню, девушка какая-то поёт Что-то твои глаза Это лобода Во Да Ну это с сегодняшнего дня исполнитель Если домашнее животное, то Рысь Нет, то никого не надо Лошадь Никого Сначала мужа найду Потом уже кот, собаки Отличный бизнес-план Вот видишь, да, реально Выстроила жизнь по бизнес-плану Друзья, к сожалению Приходится нам уже подводить К концу нашу интереснейшую беседу Напоминаем, что у нас в гостях была Елена Николаевна Лена, спасибо тебе большое, что ты пришла Спасибо Было очень приятно провести этот час вместе с тобой С вами были Валерия Майорова, Кирилл Исаков Друзья, утро на телерадиоканале Страна ФМ завершается Всем пока, хорошего дня И до завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok